друзья всем большой привет у нас сейчас вечер уже часов 11 начало 12 я немного устала уже хочется спать отдыхать но тем не менее я хочу вам сказать и объяснить кое-что я так думаю что важно достаточно часто под моими видео в последнее время я вижу вопросы о том как же уехал из украины мой муж в прошлых видео я уже объясняла и многие из вас кто со мной общаются кто на меня подписан или кто знает меня живьем узнают ситуации понимают в чем же дело для новых людей кто подписывается кто приходит ко мне на канал я бы хотела объяснить то что мой муж уже несколько лет подряд имеет такую работу которая предполагает постоянные отъезды за границу он не бывает дома месяцами и тогда когда началась война его не было дома он был за границей уже как два по моему месяца или больше даже знаете это было больше уже по моему три месяца он был там у него контракт он не может его прервать уехать поэтому я уезжала из украины из одессы со своей дочкой спустя неделю после того как началась война мы выехали где-то приблизительно 2 2 марта что я хочу сказать это моя ситуация я вам тут говорю правду то как она есть но тогда когда вы пишете такие вопросы но вы же понимаете что бывают разные варианты возможности выезда мужчин из украины и разные люди пользуются разными способами если они хотят это сделать вот вы пишете задаете такой вопрос да вот допустим было бы не я и было бы не моя ситуация ребят какой ответ вы рассчитываете но о чем вы спрашиваете в ю тубе серьезно вы спрашиваете сейчас в ю тубе а как выехал ваш муж ok мой муж выехал таким образом его не было на момент начала войны и он не мог приехать и он уже приехал к нам в молдавию после того как мы там были но я не знаю почти две недели по моему спустя он приехал я не помню честно говоря уже в датах теряюсь немного прошло полгода или даже больше месяца 8 до как идет война и вы же понимаете что вы задаете некорректный вопрос вы понимаете что вам могут также некорректно ответить это хорошо что я со своей ситуацией могу изложить вам правду и я достаточно деликатно в своих ответах на вопросы и разве что если и когда я вижу хамство или грубость или оскорбление в свой адрес я без разбора сразу блокирую таких комментаторов но пожалуйста давайте будем как-то я не знаю ребят но такие прописные истины уже я не думала что придется объяснять разные люди выезжают по-разному в моей ситуации конечно это вот так было как я объяснила но если бы как-то было по-другому то ну я думаю что другие блогеры бы вас просто блокировали сразу без разбора или бы не писали какой-то грубости ли там начались бы какие-то взаимные оскорбления поэтому пожалуйста давайте как-то будем с большим пониманием относиться друг другу немножко больше быть такими знаете ну как ну толерантными что ли друг дружки ну вот по большому счету да вот какое ваше дело кто как выезжал по большому счету и вы человек совершенно чужой вы задаете такие личные вопросы уже написали бы это как-то в личные сообщения да там ой извините дома вот я так понимаю что ваш муж выехал во время боевых действий а как такое было возможно это даже вот на этот вопрос и даже в таком формате я считаю что ну я бы все равно не ответила да если бы как-то были другие а если у человека инвалидность какая-то о которой он не хочет говорить если у человека такие болезни которые он не хочет озвучивать ребят ну ну вот где ваша деликатность где ваше чувство такта где это все да я действительно показываю свою жизнь да я показываю много о себе я так понимаю что это много потому что мои родственники некоторые привет моим некоторым родственникам говорят мне периодически о том что я слишком откровенно в своих видео у меня немного видео и я стараюсь все таки думать о том о чем я говорю и знаете это наверно тонкая очень грань между откровением и вываливанием чего-то личного и вот как бы так объяснить то хочется знаете и быть с вами откровенным откровенной и тем не менее все таки не пускать слишком близко то есть вот эту вот грань хочется тонкую да ее хочется соблюсти и немножко не отклоняться ни в одну не в другую сторону вот но ребят не садитесь пожалуйста на голову не свешивайте ножки не болтайте ими потому что но я просто буду блокировать я не знаю вы сможете смотреть мои видео дальше но вы не сможете больше писать комментарии вы не сможете задавать вопросы вы не сможете получать ответы соответственно на свои вопросы и ну разве это интересно мне кажется классно интересно когда мы тут можем пообщаться когда у нас может быть коммуникация какая-то когда может быть вопрос-ответ когда я могу быть вам чем-то полезное когда вы со своей стороны можете мне что-то интересное рассказать и с некоторыми девочками мы уже и познакомились и есть контакты и не обязательно чтобы они жили где-то в канаде и ну я так понимаю что в разных странах я сейчас общаюсь с разными людьми и мне это очень интересно и мне доставляет это большое удовольствие потому что я человек общительный я люблю общаться я люблю разговаривать делиться информацией сам как бы предоставлять информацию как от меня так и брать ее в общем вот этот вот путь мне интересен на ютубе но вот эти вот с издевочкой где-то да как ваш муж выехал ну блин ну выехал ну выехал а как другие мужья выезжают а как друг а как а как кто-то зарабатывает это же знаете идет как такой вот личный вопрос это все равно что спросите сколько вы денег получаете сколько вы тратите но ребята честное слово поэтому давайте немножко быть более корректными в своих вопросах я объяснила как это было у меня как это было в моей семье и меня совершенно не интересует как это было в других семьях если я общаюсь тут вот даже знакомлюсь в канаде с людьми я кстати ни разу не спросила а кто как выехал хотя я знаю что семьи выезжают с мужчинами я не спрашивала потом уже в процессе общения когда мы становились ближе друг другу когда мы узнавали друг друга я имею ввиду семьи да потом я уже узнавала то в процессе разговора как же это случилось и получилось но человек должен сам захотеть и это такие деликатные вопросы на которые ответы даются не сразу и такие вопросы в лоб тоже отпугивают и не хочется с вами общаться после таких вопросов еще хотела сказать что я заблокировала двух человек в последнее время один или одна кто-то мне написал что у меня что-то не так с дикцией или как-то я не так говорю ребят если вам не нравится пожалуйста я же вас не заставляю смотреть себя и слушать если вам что-то не нравится пожалуйста проходим мимо миллионы блогеров на просторах youtube а ну зачем мне писать гадости я просто этого не понимаю у меня канал очень молодой у меня канал только-только начинают развиваться я выпускаю видео с ну с такими бывают разрывами во времени раз могу и в три недели выпустить и что я вижу после этого такие комментарии и ну и следующий раз я думаю а зачем я вообще буду напрягаться если люди потом будут мне писать какой-то гэ под моими видео поэтому ребят я очень надеюсь на ваше понимание давайте будем опять же таки уже в третий раз по моему повторяюсь давайте будем дружелюбными с пониманием да пожалуйста относиться ко всему что происходит и еще вопросы по политики на моем канале не поднимаются вопросы деликатные такие и персональные на моем канале не поднимаются но тем не менее я еще раз повторю что я всегда открыта к разговорам я открыта к вопросам люблю отвечать на вопросы люблю общаться одна только загвоздочка я очень занята ребятки прошу меня понять в этом смысле и да я последнее время не очень активно на канале и в тик токе я что-то вообще забросил это все правда нет времени очень очень мало не хватает времени у меня сейчас такие изменения в жизни наверное которых я расскажу в следующем видео есть чем поделиться есть о чем рассказать я очень сильно трансформировалась здесь очень сильно изменилась за последний месяц особенно поэтому продолжайте смотреть мои видеоролики надеюсь буду вам полезна в будущем и сейчас так что дорогие друзья всем всего доброго до новых встреч подписывайтесь обязательно очень многие смотрят меня без подписок это мешает продвижению канала так что давайте будем делать вместе это продвигать мой канал подписывайтесь пожалуйста на меня ставьте лайки это будет означать что я не зря трачу свое время я не зря трачу свою энергию я вам нравлюсь я иду в правильном направлении увидимся с вами совсем скоро в новых видео пока